Приветствую наших интернет-смотрителей! В Омске зарегистрировано 351 тысяча автомобилей. И количество парковочных мест установить сложно, зато проще установить парковочное хамство. По данным ГИБДД, с 2009 года ежегодно фиксируется 9-10 тысяч нарушений правил парковки. В последние годы наметилась тенденция снижения количества штрафов. Хотя наши читатели фиксируют рост нарушений. У ГИБДД есть адекватное объяснение этого феномена. Поскольку в связи с ростом основных показателей аварийности, лично состав второго подразделения ГИБДД переориентирован на выявление грубых нарушений, являющихся основным причином дорожно-транспортных происшествий. В то же время с 1 июля увеличиваются штрафы. В среднем кошелек хама обыкновенного парковочного будет облегчен на 1000 рублей. Максимальное наказание 5000 за стоянку на местах для инвалидов. За простое нарушение правил извольте 300 монет или предупреждение. Зато в помощь ГИБДД в начале года на улице Омска выехала машина с системой видеофиксации Паркон. От машины предупреждением не отделайтесь. У нее четкий принцип работы. Патрульный автомобиль при движении по улице просто фиксирует все припаркованные транспортные средства. Фиксирует с двух точек, чтобы не было потом конкретной ситуации, что автомобиль там двигался. То есть однозначно на фотографии будет понятно, что автомобиль стоит. Если через полчаса патрульный автомобиль двигается по этому же маршруту, то вновь фиксирует транспортные средства, соответственно фиксация нарушений происходит. Ну а главные помощники ГИБДД это активные граждане. За две недели проекта «Хаблук» наши читатели зафиксировали много нарушений. Все фото и видеоматериалы будут переданы в ГИБДД, где нам прояснили их правовой статус. И в данном случае фиксация на фото или на видео, какой-то аппарат на нарушение правопарковки, в случае доказанности вины нарушителя, не будет привлечено. Так что все в наших руках и объективах, все меньше шансов у Хамла остаться незамеченным. Понимаю возмущенные крики автомобилистов. А где парковаться? Горлопан! Про это мы тоже спросили у ГИБДД. Провокационные вопросы.